Пеппи Длинный Чулок Когда Томми и Аника услышали, что им можно позвать к себе Пеппи, они пришли в неописуемый восторг и тут же побежали приглашать ее в гости. Они застали Пеппи в саду. Она поливала из старой заржавленной леки последние чахлые осенние цветы, моросил дождик, и Томми заметил, что в такую погоду цветы не поливают. Тебе легко говорить, сердито возразила Пеппи. А я, может быть, всю ночь не спала ни минуты и мечтала о том, как буду утром поливать клумбу. Неужели я допущу, чтобы моя мечта не осуществилась из-за какого-то паршивенького дождика? Нет, этому не бывать. Но тут Аника сообщила радостную новость. Мама приглашает Пеппи на чашку кофе. «Меня на чашку кофе!» – воскликнула Пеппи и так разволновалась, что стала поливать вместо ровозового куста Томми. «Ой, что же делать? Я так нервничаю. А вдруг я не сумею вести себя как надо?» «Что ты, Пеппи, ты будешь прекрасно вести себя!» – успокоила Аника. «Нет-нет, это еще неизвестно!» – возразила Пеппи. «Я буду стараться, можешь мне поверить, но мне много раз говорили, что я не умею себя вести, хотя я стараюсь изо всех сил. Это вовсе не так просто. Но я обещаю вам, что на этот раз я буду ну прям из кожи вон лезть, чтобы вам не пришлось за меня краснеть». «Вот и прекрасно!» – сказал Томми, и дети под дождем побежали домой. «Не забудь, ровно в три часа!» – уже издали крикнула Аника, выглядывая из-под зонтика. «Ровно в три часа перед входной дверью вилы, где жила семья Сеоттергрен, стояла Пеппи длинный чулок. Она была разодета в пух и прах. Волосы она распустила, и они развивались на ветру, словно львиная грива. Губы она ярко накрасила красным мелком, а брови намазала сажей так густо, что вид у нее был просто устрашающий. Ногти она тоже раскрасила мелками, а к туфлям приделала огромные зеленые помпоны. «Теперь я уверена, что буду самая красивая на этом перу!» – довольна пробормотала Пеппи, позвонив в дверь. В гостиной у Сеоттергренов уже сидели три почтенные дамы – Томми и Аника и их мама. Стол был празднично накрыт, а в камине пылал огонь. Дамы тихо беседовали с мамой, а Томми и Аника, расположившись на диване, рассматривали альбом. Все дышало покоем. Но вдруг покой разом нарушился. «Ружья наперевес!» Эта оглушительная команда донеслась из прихожей, и через мгновение Пеппи длинный чулок стояла на пороге гостиной. Ее крик был таким громким и таким неожиданным, что почтенные дамы просто подскочили в своих креслах. «Рота шагом марш!» И Пеппи, чеканя шаг, подошла к фру Сетргрен и говоря, и горячо пожала ей руку. «Колени плавно сгибай! Пять, два, три!» Выкрикнула она и сделала реверанс. Улыбнувшись во весь рот хозяйке, Пеппи заговорила нормальным голосом. «Дело в том, что я невероятно застенчива, и если бы сама себе не скомандовала, то и сейчас еще топталась бы в прихожей, не решаясь войти». Затем Пеппи обошла всех трех почтенных дам и каждую поцеловала в щеку. «Шарман, шарман, великая честь!» – повторяла она при этом. Эту фразу при ней как-то произнес один изысканный господин, когда его знакомили с дамой. Затем она усилась в самое мягкое кресло. Фру Сётргрен рассчитывала, что дети отправятся наверх, в комнату Томи и Аники, когда придет их подруга. Но Пеппи, это было ясно, не собиралась двигаться с места. Она похлопывала себя по коленям, то и дело поглядывая на накрытый стол и вдруг сказала «Стол выглядит очень аппетитно! Когда же мы начнем?» Как раз в этот момент в гостиную вошла Элла, девушка, помогавшая Фру Сётргрен по хозяйству, и внесла дымящийся кофейник. «Прошу за стол!» – обратилась к гостям Фру Сётргрен. «Чур, я первая!» – скрикнула Пеппи. И прежде чем почтенные дамы успели встать с кресла, она уже очутилась у стола. Недолго думая, она наложила себе на тарелку целую гору сладостей, бросила в чашку семь кусков сахара, вылила в нее не менее половины ковшинчика сливок и, откинувшись на стуле, придвинула к себе всю свою добычу. Поставив блюдо со сладким пирогом себе на колени, Пеппи с необычайной быстротой принялась макать в кофе печенье и совать ей себе в рот. Она так набила рот печеньем, что, как ни старалась, не могла произнести ни слова. С той же стремительностью она расправилась и с пирогом. Затем, вскочив с места, Пеппи начала бить в тарелку, как в бубен, и кружиться вокруг стола, выискивая, чем бы еще полакомиться. Почтенные дамы бросали на нее неодобрительные взгляды, но она их не замечала. Весело щебеча, Пеппи продолжала прыгать вокруг стола, то и дело засовывая себе в рот. То пирожное, то карамельку, то печенье. Как мило в вашей стране, то вы меня пригласили. Меня еще никогда не звали на чашку кофе. Посередине стола красовался огромный сливочный торт, украшенный красным цукатным цветком. С минуту Пеппи стояла, заложив руки за спину, не в силах отвести глаз от красного цветка. И вдруг она нагнулась над тортом и выкусила из него весь цукатный цветок. Она проделала это так стремительно, что до ушей сбымазалась кремом. Ха-ха-ха, рассмеялась Пеппи. Теперь давайте играть в жмурки. Но мне придется все время водить, я ничего не вижу. Пеппи высунула язык и принялась облизывать губы и щеки. Что и говорить, случилась беда, сказала Пеппи. Но так как торт все равно погиб, мне ничего не остается, как поскорее его прикончить. Сказано, сделано. Вооружившись лопаткой, Пеппи быстро заглотала торт и с удовольным видом похлопала себя по животу. В это время фру Сетргрен как раз вышла зачем-то на кухню, поэтому она не знала, что происходит в гостиной. Но другие дамы строго глядели на Пеппи. Видно, им тоже хотелось отведать этого торта. Пеппи заметила, что дамы недовольны и решила их ободрить. Не следует огорчаться по пустякам, сказала она им. Берегите свое здоровье. В гостях надо всегда веселиться. Она схватила сахарницу с пиленным сахаром и вывалила сахар на пол. Что же она делала? Как я могла так опровоставолоситься? Ведь я же думала, что здесь сахарный песок. Верно говорят, пришла беда, отворяй ворота. Если рассыпешь пиленный сахар, есть только один способ выйти из положения. Надо тут же рассыпать песок. Если уже это не поможет, то ничего не поможет. И она перевернула сахарницу и высыпала остатки песка на пол. Прошу всех обратить внимание, на этот раз я не ошиблась. Рассыпала сахарный песок, а не кусковой сахар. Значит, я исправила свой промах. Знаете ли вы, как приятно ходить по песку? Спросила она у почтенных дам. И, недолго думая, сняла туфлей чулки. Уверяю вас, вам тоже следует попробовать. Снова обратилась она к дамам. Лучше ничего на свете нет, поверьте мне. Как раз в эту минуту Фрус Сетргрен вернулась из кухни. Увидев, что по всему полу рассыпан сахар, она резко схватила Пеппи за руку, повела ее к дивану, где сидели Томми и Аника. Сама же она подсела к своим гостям и предложила им еще по чашечке кофе. Обнаружив, что торт бесследно исчез, Фрус Сетргрен очень обрадовалась, решив, что дамы по достоинству оценили ее кулинарное искусство. Пеппи, Томми и Аника тихо разговаривали на диване. В камине по-прежнему пылал огонь, дамы пили кофе, и в гостиной снова воцарилась тишина и покой. Субтитры создавал DimaTorzok